Визит Эммануэля Макрона в Варшаву стал первым за последние шесть лет посещением этой страны французским президентом. Цель приезда, как в частности отмечает агентство Bloomberg, нормализовать отношения с одним из крупнейших государств-членов ЕС. За последнее время много раз критикуемым за ряд шагов во внутренней политике. Со своей стороны Варшава после ухода Британии из Евросоюза намерена занять образовавшийся вакуум и стать одним из локомотивов общеевропейского процесса. Уход Соединенного Королевства – это окончание главы в истории ЕС и начало новой жизни. Изменится распределение ролей и обновленная европейская структура должна будет этому соответствовать. Недовольство Брюсселя вызывали законодательные инициативы правящей партии закона «Справедливость», которые касались реформы судебной системы. В Еврокомиссии предостерегали, что таким образом юстиция может перестать быть независимой от исполнительной власти. А еще до того, как Макрон стал президентом, гнев Парижа вызвало намерение Варшавы купить у США на 3 миллиарда евро истребители четвертого поколения в 15, несмотря на уже существовавшее в тот момент соглашение о приобретении продукции концерна «Эрбаз». Третий пункт несогласия – отношение к экологии и продолжение Варшавы топливной политики с использованием угольного сырья. Наши нынешние беседы ознаменуют новый этап как в двусторонних, так и в многосторонних отношениях. Мы начнем новую главу работы в интересах объединенной Европы. Перед нами стоят проблемы, которые касаются изменения климата, и мы готовы помогать Польше в трансформации как в этом направлении, так и в любом другом. Польша остается крупнейшим получателем фондов ЕС. Вместе с тем наблюдатели отмечают, что экономика страны развивается динамично на протяжении многих лет, показывая устойчивый рост.